Здравствуйте, меня зовут Денис. Я главный специалист компании Альфлора. Расскажу вам несколько интересных способов прививки. Но прежде я хотел бы сказать пару слов о инструменте. Всем известно, что прививка осуществляется с помощью прививочных ножей и иногда для этого используют специальные прививочные секаторы. Привививочные ножи бывают различных форм. Основные из них представлены здесь. Это нож для куполировки с косточкой для отгибания коры. Это очень хороший, дорогой фирменный ножик из качественной стали. Также здесь лежит куполировочный ножик более дешевый, но для использования в качестве прививочного ножа он прекрасно подходит. Вот этот нож также фирменный, с хорошей стали. Немного другая форма, на лезвии отсутствует косточка, но этот нож я считаю наиболее удобным для тех двух способов, которые я сейчас вам продемонстрирую. Перед тем, как начинать прививку, необходимо позаботиться о наличии обвязочного материала. То есть для этого я использую изоляционную ленту. Изоляционная лента должна быть мягкой, должна легко растягиваться и в случае, когда мы завершаем обвязку готовой прививки, мы должны легко иметь возможность растянуть и оборвать ленту. Кроме изоляционной ленты неплохо подходит для обвязки вот такая вот пищевая пленка, чтобы получить такой моточек нужно разрезать, ну вернее отпилить ножовкой кусочек, такой вот шириной сантиметра 2-3 от большого рулона. Также в качестве обвязочного материала можно использовать сантехническую фум-ленту, она довольно легко наносится на место прививки, но есть у нее небольшой недостаток. Она очень нежная и не всегда получается хорошо ее зафиксировать. Вот видите, как растягивается? Зафиксировать ее на месте обвязки. Начинающим я все-таки рекомендовал бы использовать хорошую, качественную изоляционную ленту. Начнем, пожалуй, с интересного способа прививки, который я для себя обозвал голландский метод. Суть этого метода в том, что его очень легко исполнить, обладая минимальными навыками обращений с прививочным ножом. Возьмем для примера веточку рябины и попробуем подготовить подвой. Условно говоря, нижняя часть этой веточки будет подвоем. Обводим ножом по коре, делая надрез кольцевой. Далее легким движением надламываем и отделяем кусочек ветки. Получается ровная... Сейчас зачищу. Получается ровная... Получается ровный стресс. Значит, далее... Необходимо сделать очень простую операцию. Приставляем ножик. Захватываем кору и небольшой кусочек древесины. Делаем надрез. Глубиной пару сантиметров, может быть, 3-4. Есть. Получилось. Посмотрим, что у нас получилось. Мы захватили кору и часть древесины. Это у нас подвой. Далее берем черенок, который будет привоем. Срезаем под 45 градусов. Получилось немножко больше, но это не страшно. Далее вспоминаем, какую глубину надреза мы сделали на подвой. И примерно такой же кусочек коры мы срезаем с привоя, с черенка. С одной стороны. Раз. Переворачиваем. И делаем такой же срез с другой стороны. Срезаем кору и небольшой кусочек древесины. Готово. А теперь осталось соединить подвой и привой. Внимание. Аккуратно заводим. Черенок под кору. Зажимаем пальчиком. Все. Готово. Теперь остается только зафиксировать готовую прививку. Берем изоляционную ленту. Отрезаем небольшой кусочек длиной где-то сантиметров 25, может быть 30. И этим кусочком обвязываем готовую прививку. При обвязке прижимаем кору. Накладываем ленту сначала на подвой фиксируем. И круговыми движениями аккуратно производим обвязку. Стараемся сохранить положение черенка неизменным, чтобы совпали комбиальные слои. Так вот аккуратно проводим обвязку. Вот так вот можно пальцем просто, используя палец, просто накручивать кусочек ленты. Завершаем так, чтобы не оставалось ни единой щелочки для доступа воздуха, чтобы полностью закрыть всю раневую поверхность и надежно зафиксировать нашу прививку. В конце я бы сделал небольшую закладочку, такой вот сложил бы ленту вдвое и вот так вот защипнул и вот можно сказать, что все готово. Вот здесь получилось немножечко неаккуратно. Когда вы будете это делать на живом растении, старайтесь, чтобы лента была намотана без складок. То есть четко витки ложились один на другой с нахлёстом. Но это что касается обвязки. Главное сильно не перетянуть, потому что сильно перетянутые прививки они хуже срастаются, но также необходимо обвязать, чтобы части были надежно соединены. Скажу еще пару слов об этом способе. Его очень хорошо применять, когда толщина побегов примерно одинаковая, и также когда подвой несколько толще, чем прививаемый черенок. Очень хорошо этот способ подходит для культур, которые имеют мягкую сердцевину. Это рябина, сирень, также клены, различные декоративные культуры. Очень хорошо подходит для яблони, для цитрусовых культур, для многих тяжело прививаемых растений. Или также для случаев, когда прививка обычными способами уже невозможна из-за того, что прошли оптимальные сроки. Этот способ годится практически в любое время и для любых условий. Приживаемость практически стопроцентная. Очень хорошие результаты он дает на рябине во второй половине лет. Это мой личный опыт. Могу сказать, что мало кто занимается прививкой во второй половине лета. С помощью этого способа возможно получить очень хорошие результаты. Также он годится для прививки зелеными черенками и для прививки сложных прививаемых культур. Так скажем. Ну, пожалуй, об этом способе все. Теперь я расскажу о втором, довольно широко распространенном способе прививки. Это прививка копулировка с язычком. Основная трудность при этом способе прививки это сформировать нормальный язычок. Сейчас я покажу, как сделать косые срезы. И далее мы попробуем сформировать язычок так, чтобы срезы совпали наилучшим образом. Делаем косые срезы. Может сразу не получиться, это естественно. Даже опытные специалисты несколько раз бывает и поправляют срез или переделывают. Пробуем. Ну, получилось, так скажем, довольно неплохо. Хотя для лучшего срастания рекомендует, чтобы отношение диаметра ветки к размеру, собственно говоря, самого косого среза было где-то 1 к 5. Ну, здесь где-то там 1 к 4, может быть, близко. Срез достаточно хорошо сделан, чисто, без задиров. Если вдруг вот здесь вот появляются небольшие кусочки недорезанной коры, мы просто берем ножичек и аккуратненько вот так вот краешек зачищаем. Соответственно, это у нас будет подвой, а это будет привой. Нужно сформировать язычки. Зачем они нужны? Прежде всего для того, чтобы зафиксировать прочно нашу прививку. Если мы будем соединять вот в таком варианте, просто два косых среза, то довольно тяжело будет наложить обвязку. А с язычками этот процесс значительно упрощается. Попробуем сделать язычок. Для начала язычок делаем на подвой. Чтобы сделать его грамотно, нужно мысленно разметить эту поверхность. Отступаем сверху примерно одну треть, ставим ножик и делаем разрез до половины и чуть-чуть чуть больше. Вот так вот. Внимание, опасный момент. Осторожно, при прорезании язычка будьте осторожны, не порежьте пальцы. Это очень опасный момент. Когда язычок мы прорезали, мы слегка отгибаем его вверх ножичком. Все, готово. Далее берем привой черенок и делаем то же самое. Треть отступаем сверху, ставим ножик перпендикулярно и прорезаем язычок. Примерно чуть-чуть больше середины. Также отгибаем слегка вверх. И теперь осталось просто соединить привой и подвой. Аккуратно смотрим, чтобы язычки зацепились друг за друга. И аккуратно вставляем. Вставляем до того момента, когда раневые поверхности максимально закроются. Вот. Главное не передавить, потому что если вы будете вставлять с большой силой, вы можете просто поломать язычки, сломать черенок, сломать подвой. В общем, короче, испортить все прививку. Вот. Примерно так. Больше не надо. Несмотря на то, что здесь остались небольшие открытые участки, здесь и здесь, эти участки легко затягиваются потом раневыми тканями и прививка хорошо срастается. Обратите внимание на то, что подвой и привой достаточно плотно держатся друг на друге за счет язычка. Это очень упрощает обвязку в дальнейшем. Если бы были просто косые срезы, нам пришлось бы пальцем придерживать и, соответственно, очень бы неудобно было бы обвязывать. А так, практически прививка уже зафиксирована. Осталось просто аккуратно наложить обвязку. Для этого можно в этом видео использовать ленту. Вот такую прозрачную зацепляем краешек ленты. Вот. И просто аккуратно наматываем. Вот так вот. О! Все. В данном случае, конечно, я кручу саму прививку, а в жизни вам необходимо будет крутить сам моток ленты вокруг вашей прививки. Вот. Мы намотали несколько слоев, зафиксировали и потом просто вот так вот, легким движением отрываем. Все. Прививка готова. Этот способ достаточно тяжел в исполнении из-за того, что многие не могут правильно сформировать язычок. Ну, сейчас я вам показал, что главное это разбить мысленно срез на три части и отступив, соответственно, от края одну треть сделать язычок. Этот способ очень прочно обеспечивает срастание частей. В отличие от прививки, например, прививки в расщеп, такие прививки очень редко обламываются. И впоследствии место прививки практически незаметно. Остается просто небольшая такая вот молния. Шрамик в виде молнии. Ну, как в Гарри Поттере. Подведем небольшой итог. Мы рассмотрели два отличных способа прививки. Первый, это условно, я назвал его голландский метод, поскольку это часто используется в питомниках в Голландии для прививки декоративных растений. И второй метод, это довольно широко известный метод куполировки с язычком, который представляет сложности из-за того, что не все могут правильно сделать язычок. Могу сказать, что оба эти способа являются универсальными для веток, диаметр которых примерно совпадает. Также это наиболее способ, которые обеспечивают наиболее хорошее срастание. Так что, уважаемые подписчики нашего канала, пользуйтесь, экспериментируйте. Прививка это всегда эксперимент, это всегда что-то новое, всегда интересно делать что-то своими руками и любоваться результатами труда. На этом сегодня все. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!